Добрый день! Сегодня у нас очередное экспертное мнение от Эль-Пари и поговорим мы на тему перспектив российского и мирового нефтегазового сектора. British Petroleum опубликовала свой взгляд на перспективы мирового сырьевого сектора. К сороковому году Российская Федерация будет основным экспортером, при этом второе место по производству нефти и газа. Прогноз достаточно оптимистичный, рост добычи нефти и газа к сороковому году должен составить в России 20 процентов и мы склонны согласиться с мнением зарубежных коллег. С нашей точки зрения нефтегаз это основа мировой энергетики, нефтегаз сохранит свои позиции в глобальной экономике в обозримом будущем. Ставка на новые технологии, ставка на альтернативную энергетику является пустой. Соответственно, акции российских нефтегазовых компаний можно покупать в долгу. Какие же бумаги выбрать? Из-за геополитики международная экспансия российских нефтегазовых холдингов ограничена. Иран или Венесуэла, но работать по всему миру, как ожидалось лет 10 назад, наши нефтяники не будут. В России сохраняется политика ресурсного национализма. Соответственно, лучший выбор это госкомпании. Роснефть, Газпром, Газпромнефть. Именно этим компаниям достанутся ключевые месторождения. На рынке недавно появился слух, что Газпром может продать свою нефтяную дочку. Однако, с нашей точки зрения, вероятность сделки ноль. С высокой вероятностью, наоборот, Газпром доведет свою долю в капитале компании Газпромнефть до 100%. Хотя, конечно, это не сделка сегодняшнего дня. Активы компании Славнефть также ждут своей судьбы. С нашей точки зрения, с высокой вероятностью, они достанутся компании Роснефть. Мы не считаем, что в России есть какая-то сырьевая отсталость, сырьевая игла. Мы считаем, что российский нефтегазовый сектор — это конкурентное преимущество России в глобальной экономике. Так же, как оборонка, так же, как атомная промышленность. Однако, выручка российских нефтегазовых компаний намного выше, чем оборонный экспорт или доходы атомного сектора. Соответственно, высшие налоги. Поэтому ставка на нефтегаз абсолютно справедлива с нашей точки зрения. С вами был я, Александр Розуваев. Говорили мы на тему мирового и российского нефтяного сектора. Удачных сделок!